Поехали, любимая. Там каша тебе стоит, хорошо? Мартин кушает уже кашу, там твоя стоит. Поехали. Поехали. Погнали. Честно говоря, такая авантюра. Ехать в непонятное лесничество за елкой. Просто когда есть суета перед праздником, не всегда она такая кайфовая. Наверное, с детства каждый помнит, что там родители всегда настолько суетились перед Новым Годом, что ты под руку просто не лез. Ты мог сделать все что угодно. Играть с друзьями, лазить под столом, пойти куда-то там, я не знаю, тусоваться, пока родители твои там приготовят все салаты, накроют на стол и так далее. И сейчас тоже чувствуется такая суета, но ты уже в роли родителей. Ты уже ответственна за праздник в своей семье. Ну, я не знаю. Просто, ну, вот если я служу по себе, да, я выросла в такой атмосфере. И, ну, наверное, когда мне чего-то там не хотелось, типа там, ох, как надоело уже эти репетиции, эти спектакли рождественские постоянно. Вот эти все, ну, рождественские посиделки семейные. Ну, я это люблю. Вот я сейчас выросла, когда я уже осознанно это понимаю, мне это прям нравится. Просто, ну, я видела в этом добро, я видела в этом все равно счастье. И вот это вот, ну, не знаю, какую-то теплоту, настоящность, что ли, вот эти все, ну, рождественские посиделки семейные. Это классно. Не знаю, сложно, сложно говорить о ценностях вот так вот. Просто, типа, какие твои ценности? Ну, вот это, вот это, вот это. Ну, окей, понятно. Мне кажется, о ценностях надо говорить в контексте этих ценностей. Ну, то, что я рассказывал про Рождество и как мы отмечаем его, это ценности нашей семьи. Нам приятно быть вместе, нам приятно быть рядом. И очень важно, когда все члены семьи поддерживают друг друга. Семья и, ну, церковь для нашей, ну, для меня, для нашей семьи, это просто огромная ценность, потому что это место, вот, помощи и место силы, место радости. Церковь для нас – это наш второй дом. Это то место, где, ну, ты можешь прийти со своими проблемами и ты можешь… тебе не, ну, что такое, зайка? Давай, давай, оденем, давай вот так, оп, вот так, да? Это то место, где ты можешь прийти и сказать, ну, если тебя спросят, как дела, ты можешь сказать, что плохо дела. Это, это, ну, не то, что тебе нужно приходить и говорить, да, у меня все нормально, потому что этого хватает в жизни, если честно. Иисус, конечно, на первом месте. И мы все это празднуем благодаря этому, что Он есть в нашей жизни. И когда особенно с семьей празднуешь, есть за что благодарить. Мы просто радуемся, что Бог нас всех хранит, что Он нас всех оберегает. Есть такое, ну, как бы такого слова нет, но мы его очень часто употребляем у нас и в церкви, и дома у нас. Это, ну, настоящность. Потому что сейчас в мире столько фейка, вот, там, в Инстаграме и так далее, вот эта идеальная картинка жизни. На самом деле, люди самые простые очень устают от этого. И, ну, с чем… Ну, для меня очень важно, чтобы человек просто был настоящий, когда я с ним общаюсь. И, собственно, для меня это сразу точка соприкосновения, сразу же. В общем, мы приехали в лесничество. Хорошая погода, падает легкий снег. И мы в этой чаще леса хотим найти хорошую елку, чтобы порадовать мою семью Мартина и Евелину. Надеемся срубить такую пушистенькую и небольшого роста елочку. Так что все, мы можем идти искать ее. Пошли. Это елка, попробуй найти еще. Молимся тебе в это рождественское утро. Спасибо тебе за подарки, за то, что ты такой щедрый, такой милостивый и заботливый Бог. Спасибо тебе за всё во время Иисуса Христа. Аминь. Они! Я не люблю! Он в камеру нахватит! Я не люблю! Он так же нашел. Я не люблю камеру! Я не люблю мальчики. А бабу мне! А бабу! Так, альбом! А где альбом? А где альбом? А где альбом? А когда ты хочешь? Субтитры создавал DimaTorzok